Честно, очень пытался найти рекламу банка «Инпериалс» от «Арквазарь», но ее нашел. Я думаю, придется обойтись без нее. Сегодня я вам расскажу про «Арквазары» или, как Лена только что сказала, «сферкмассивные черные дыры». Хочется вспомнить высказывание великого, знаменитого физика советского Баландау, который примитивно квантовой физике сказал, но я думаю, что сюда это тоже относится, сказал, что, возможно, одним из главных примеров величия человеческого гения является тот факт, что мы можем понять те вещи, которые не можем представить. И поэтому, вот я вот сегодня расскажу про разную из таких вещей. Можно открыть? Я постараюсь как можно короче, чтобы никто не уснул, тем более, тут очень жарко. Ну, я просто расскажу про то, как эти объекты астрофизические вообще были открыты, что они себе представляют, почему они имеют такое странное название, и почему это вообще интересно для науки, в всяком случае для астрофизики. Я хочу сказать, что в нескольких местах я буду делать такие отступления, чтобы дать вам немножко теории, которая поможет понять весь этот материал. Ну, для начала давайте проведем небольшой тест. Так, в общем, кваза происходит, название кваза, это английское слово «QUAZAR», которое дешифровывается «Quasi-Stella Radio Source». То есть, не «псев», да, «квази», в общем, похожий на звезду, там, источник радиоизлучения. Или, сокращенно, просто похожий на звезду, в случае. Собственно, вы можете спросить, почему, собственно, вы что, астрофизики такие дураки, вы не можете отличить звезду от всех массивных человек. Поэтому давайте проведем тест. Кто из нас лучший астрофизик? Может, в случае, астрофизик? Бери объекты. Все светят. Не смотрите на цвет, это просто разные фильтры с помощью которых были. были получены эти снимки. Теперь скажите мне, где кваза? Кто за… давайте так, это первый, второй, третий. Кто за первый снимок? Поднимите руки. Ага. Так, чай, чай, шесть. Кто за второй снимок? Так, и что за веки? Пацан. И здесь уже. Пацан. И кто за третий? Ну, я за цилию. Вы можете прямо сейчас со статистикой станции. На самом деле. Собственно, вот это кваза. Самый ближайший к нам кваза. А это две звезды. Это, в общем, это, в общем, это, в общем, это самая ближайшая к нам звезда. Квазами впервые были обнаружены вот этим товарищем, Мальтоном, Шмидтом, в 1963 году. Тогда на волне развития радиотехники после Второй Мировой войны делались очень крупные обзоры неба в радиодиапазоне с помощью крупных радиотелескопов. И составлялись различные каталоги этих объектов, обнаруженных на небе. Но многие из этих объектов не имели соответствующего источника, который можно было найти в видеом диапазоне. Просто с помощью глаз для телескопа. И никто не знал, что это. Большинство считало, что это какие-то источники радиоизлучения, которые находятся в нашей галактике. То есть сравнительно близко от нас. И вот Мартин Шмидт был одним из первых людей, которые нашли, отождествили радиоисточник с вот этим объектом, который очень похож на звезду. Поэтому, собственно, на тот момент никто не знал, что это за объект. Но так как он похож на звезду, то его назвали похожим на звезду. Но почему у всех возникло сомнение, что это не звезда? Дело в том, что Мартин Шмидт снял спектр этого объекта. То есть он получил зависимость энергии или интенсивность электромагнитного излучения, которое исходит от этого источника, от длины волны. Можно снижать. За это Мартин Шмидт был достоин главной страницы в журнале «Тайм» за 63-й год. По-моему, отличное достижение знаменого писателя. А, собственно, это вся статья. Вот эта полстраничка, а4, это та статья, которая принесла им известность и их грима. Вот сейчас будет первое отступление. Что такое спектр? Как я уже сказал, это отступление энергии электромагнитного излучения по частотам или подъемов. Такое очень физическое определение, которое, в принципе, просто говорит вам следующее. Какой-то источник излучает свет. Свет — это фотоны. Одна из главных характеристик любого фотона — это длина волны, с которой он движется. Соответственно, если любая длина волны соответствует определенной энергии этого потока. Если вы поставите две величины, то вы получите примерно одну картинку. Это спектр объекта, который всем нам хорошо известен. Это видимый участок спектра в видимом диапазоне, зеленый, зимний, красный, для Солнца. Видите определенные характерные здесь провалы по всему спектру. Они происходят из-за самой природы излучения вещества. Давайте вспомним, что все вещество состоит из атомов. Атомы — это ядро и электроны. В простейшем случае это атом водорода, это один протон, один электрон. Электрон может находиться на бесконечном количестве энергетических уровней. Грубо говоря, на определенных расстояниях от протона. Но он предпочитает находиться в наименее энергозатратном, то есть ближе всего к ядру. Точно так же, как и люди. Мы всегда предпочитаем лежать на диване и ничего не делать, а не идти и работать. Так же? То же самое с атомом и с веществом. Если по каким-то причинам... Теперь давайте представим, у нас есть атом и есть электрон. Из нее приходит фотон от Солнца. Он поглощается этой системой, электрон возбуждается, он идет на работу, но в более высокую орбиту, скажем так. Но он там не может существовать, потому что ему как-то полежать на диване. Поэтому он начинает падать обратно на самую менее затратную орбиту вокруг гидра. Так как процесс закон сохранения энергии всегда выполняется в нашей Вселенной, а эти уровни наименее энергозатратные и следующие, на котором он находится, они различаются в энергии, то когда электрон падает ближе к протону, он звучит фотон. Этот процесс называется эмиссия. Тогда мы видели в спектре такие скачки. А вот когда фотон от Солнца поглощается сначала, мы его больше не видим, поэтому здесь получаются такие провалы. Это у вас... Я думаю, это все, что нужно знать о теории спектров. И нам это позволит понять, почему ученые узнали, что они открыли новый тип объектов. Вот типичный спектр звезды. Любой звезды, ну, это может быть Солнце, мурашки. Даже можно не смотреть на эту ось, это длина волны. Мы видим вот характерные провалы, которые характерны определенным химическим элементам. Каждый химический элемент, у него эти провалы, или пики, если это эмиссия, они соответствуют определенным длинам волны, они уникальны для каждого элемента. И мы знаем эти табличные данные, поэтому мы, если мы смотрим на какой-то объект, делаем его спектр в космосе, то можем понять, из чего он состоит. Это как паспорт любого объекта. Так выглядит характерный спектр для звезды. Это, к примеру, эллиптическая галактика, такая шарообразная. Спектр значительно другой. Элементы их тоже не все представлены. Это спектр спиральной галактики, такой же, как в лечной пике. Вы видите, те эмиссионные пики, о которых я говорил, они соответствуют определенным элементам. И на самом деле, по расположению этих пиков и по их высоте, по интенсивности, мы можем проверить, что в этой галактике идет процесс звездообразования. То есть из гигантских облаков холодного газа, которые конденсируются, коллапсируются, сжимаются, рождаются новые звезды, они дают вот такие всплески определенных легенд. А вот это уже спектр Квазара. То есть вы видите образительное отличие от спектра звезды. И вот когда Мартин Шмидт получил первый спектр Квазара, он увидел вот эти очень широкие эмиссионные линии, которые были, ну, они были очень нестандартными для звезд. Потребовалось какое-то время, чтобы понять, в чем дело. И плюс эти пики не соответствовали тем длинным волн, которые мы получали в лаборатории. Он был первым, кто догадался, что они сдвинуты в красную область и из-за эффекта, который называется красное освещение. Дело в том, что... Ай, из-за этого он предположил, что эти Квазары должны находиться не в нашей галактике, а очень-очень-очень-очень далеко. Тогда эта идея вызвала очень бурный резонанс. Все сказали, что Мартин, ты дурак, ничего подобного не существует. Вот, но это сумел доказать. И в принципе, вот сейчас второе отступление. Эффект очень простой. Какой-то объект в ранней Вселенной излучил свет. Свет идет в нашем направлении. Но мы все с вами знаем, что Вселенная расширяется. То есть, пространство-время, оно как-то становится больше. И так как фотон или свет, летящий в этом пространстве, он связан с пространством-временем, то его длина волны тоже начинает увеличиваться, она начинает вытягиваться. Соответственно, все это дело смещается в красную сторону. И поэтому, если что-то излучило, ну, предположим, на длине волны водорода, давно, 10 миллиардов лет назад, на определенное, предположим, на 10-ти, ну, 10-ти экстремах, то, когда мы увидим этот свет сейчас, по практически 10 миллиардов лет, этот скачок, этот объект будет напиться уже совершенно в другую область. Это и было его обоснованием, почему этот объект должен напиться очень далеко. Давайте немножко поговорим о строении. И вообще, что такое Казарь? Было очень много споров о том, что же это за объекты. Но сейчас ученые пришли к такому, нарезке, к общему пониманию, что это сверхмассивная черная дыра примерно с массой примерно от 10-ти в пятой до 10-ти в девятой степени солнечных масс. Ну, можете себе представить 10 миллиардов солнечных масс. Я не знаю, я не знаю, я одна солнечная с того, что есть. Все видели эту картинку, да? Ага. Кто не видел? Маланс, это самый лучший вид, самый шапоглярный. Это просто черная бренда, не сверхмассивная. Но вы можете видеть вот эту вот волосу газа вот здесь вокруг черной дыры. Это газ, который находится вокруг черной дыры. Он формирует аккредитационный диск. Диск газа, который падает в центре черной дыры, поглощается. После чего мы уже его никогда не увидим. Из-за колоссального гравитационного протяжения черной дыры газ разогревается до колоссальных температур в миллионы градусов Кельмена. И он излучает. Он излучает во всех диапазонах реэктомагнитного излучения от рентгеновского до гамма-диапазона. И его можно детектировать с помощью любых из возможных дыры. Так, как я уже сказал, эти источники находятся от нас очень далеко. Что соответствует красное смещение, это не только показатель длины, как далеко от нас находится источник. Но это еще и показатель того, как давно этот источник начал светить, как давно он существовал. Самые мощные глаза, которые нам известны, они находятся на таком расстоянии, что если посчитать, когда это было в прошлом, то выходит примерно 12 миллиардов лет назад. Соответственно, эти источники, они очень молодые. Это сподвигло ученых на создание такой теории, что же это за объект. Сейчас мы считаем, что в районе Вселенной существовали молодые галактики с гигантским количеством газа, пули, в которых происходило иногда звезды образования, рождались звезды, как наши Солнцы. И в центральном регионе, в центре этой галактики молодых, находилась свет-массивная черная дыра, которая притягивала весь этот, все эти излишки газа и пыли, и поглощала их. Они разогревались, светили его со стороны, и вот это то, что мы видим как база. Так как существует еще, надо сказать, что существует определенная классификация даже самих квазаров. Физика — это вообще экономическая наука о классификации, и все путаются, все возможны классификации. Но спектр различных квазаров отличается по ширине спектральных линий и по другим аспектам. Сейчас принято считать, что это все происходит из-за того, что мы смотрим на вот этот центральный источник галактики на галактике на глазах под разными углами. Допустим, вот вокруг черной дыры, где акциональная диска существует газопылевой тор, очень плотный, который поглощает все излучение, которое идет вот в эту сторону, поэтому если мы будем смотреть отсюда, мы ничего не увидим. Если мы будем смотреть под таким углом на глазах, мы увидим часть излучения, но с определенными параметами. Если же мы будем смотреть прямо на черную дыру, то мы увидим очень такой узконаправленный пучок излучения, который называется джет. Это излучение, генерируемое заряженными частицами, которые летят в магнитном поле, который имеет вот такую направленность в поле джетов. И скорость этих частиц может достигать до третьей скорости света. На данный момент это та картина газопылев, которая существует. Это очень сложный график, я не буду его весь объяснять, но судя по нему, вы можете понять, какая неспиха иногда случается в его статистике, и вообще как-то все сложно. Но главное, что отсюда нужно вынести, это следующее. Здесь находится черная дыра с этим агрессионным диском горячего газа, который падает на нее. На разном удалении от черной дыры образуются определенные характерные спектральные линии, которые мы видим. Но самое главное, что вся эта система, которую мы называем газа, она умещается примерно в одном просеке. Да, в одном, да, да. Она умещается вот в этом регионе, который по размерам не больше солнечной системы. И при этом такая система, как газа, генерирует энергию, равную, по меньшей мере, сотням, а то и тысячам энергии, которые генерируют все звезды в нашей галактике, в личном пути. А в нашей галактике примерно 400 миллиардов звезд. То есть вы можете себе представить, что из-за такого крошечного объема, просто из-за того, что газ очень сильно нагрет, из-за гравитации происходит такое большое количество энергию. Собственно, если вы еще не поняли, почему это интересно, я вам сейчас немножко объясню еще больше. Значит, во-первых, все массивные черные дыры интересны с точки зрения реликтивистской физики, чтобы понять, как происходит падение вещества на горизонт событий, и как оно исчезает, и что с ним происходит, как долго живут такие сверхмассивные черные дыры. Однако это скребло для теоретических, для физиков-теоретиков это самое интересное, скорее всего. Для нас же, а с графиками, интересно кое-что другое. Во-первых, это формирование эволюции галактик. Если вы посмотрите на все большие, спиральные галактики, такие как наш Млечный Путь, то в центре этих галактик находятся сверхмассивные черные дыры. Такой же массы, как и показают. Однако они не активны, они ничего не излучают, поэтому галактика может спокойно существовать. Соответственно, по стратегии физики сделали вывод, что все галактики, которые существуют сейчас, в молодости, то есть несколько миллиардов лет назад, прошли эту стадию базаров. В них было много газа и были, но его было ограниченное количество. Поэтому черная дыра, она поглощала этот газ полномерно и увеличила свою массу. Но в какой-то момент этот газ закончился, квазар выключился. Сверхмассивная черная дыра в центре галактики осталась, но поглощать уже нечего. Соответственно, не будет такого жесткого излучения, и галактика может жить спокойно. В большом случае, это сейчас такое понимание, как сформировались галактики. Плюс, ко всему прочему, это излучение от квазара, оно очень жесткое, оно очень губительное. Если бы вы находились в прямой видимости от квазара, вы бы даже ничего не успели почувствовать. Соответственно, как вы понимаете, для жизни это тоже не очень важно. Я сторонник теории, что все галактики заселены в очень разных цивилизаций, поэтому я считаю, что выключение квазара в какой-то момент предопределило появление, возможность появления жизни. Следующий пункт. Квазар – это наши хорошие помощники. Нет, давайте я сначала опередю, а потом покажу как-нибудь. Квазар полезен для космологов, для определенных расстояния. Как я вам объяснял, что такое красное смещение, если вы получите спектр квазара, вы можете узнать, на каком расстоянии он находится от вас, как давно это все было, и поверить определенные моменты в истории Вселенной. Ко всего прочему, квазары, даже несмотря на то, что они находятся от нас очень-очень-очень далеко, я даже не буду переводить цифры, очень-очень-очень, это, я думаю, достаточно. Они для нас выглядят все равно крошечными объектами. Та фотография квазара, которую я показывал, он находится сравнительно недалеко от нас, поэтому он выглядит как звезда. Типичные квазары на экране компьютера будут неотличимы от горящего пикселя. Но они стационарны для нас. Они так далеко, что они стационарны, и они не двигаются на небе. Существует международная система определения координат среди звезд на звездном небе, и она практически полностью состоит из исследованных квазаров, чьё местоположение мы отлично знаем, и по ним можно ориентироваться. То есть это такие маяки в космосе. А конец квазары, квазары помогают изучать структуру всей Вселенной. Вселенная состоит из галактик, а между галактиками тоже есть пространство, и оно заполнено как газом. По большому счёту, это водород и гелий. Два основных газа, существующих во Вселенной. Квазары можно использовать как фонарики в тёмное-тёмное-тёмное Вселенной для того, чтобы узнать, что находится между ними и нами, что там находилось, какой газ, в каком состоянии, какие элементы существовали. То есть мы можем говорить о химической эволюции Вселенной. А вот я вот тут сейчас хочу показать видео, который я взял у Энтри Кромсона из Лондона, который показывает в принципе всю теорию, как мы изучаем то, что находится во Вселенной между нами и гражданами и квазами. Это тот же самый спектр квазара. Здесь можно видеть определённые имени, соответствующие определённым веществам. Но это так называемый «континиум». То есть все фотоны, которые летят от квазара, в нашу сторону. Здесь слева квазар, справа у нас телескоп, в данном случае телескоп и не Абла, который потом перелет данные на компьютер. И вот эти дяди сидят целыми днями примерно вот так. Если вы зайдёте в любую офис астрокфизика, картина будет тут тоже старт. Свет, испущенный от квазара, проходит через облака газа во Вселенной. Вы видите, что часть фотона потеряется, поэтому появляются в спектре квазара такие абсорбционные линии. Только что мы пересекли какую-то галактику на нашем пути, и тут гигантский провал мой появился, который оставил характерную такую глянку в спектре. Звучём можем. С помощью определённых методик можно даже посчитать и количество газа, его плотность, даже по определённым образом и сказать что-то об другой галактике, которая будет с этой ситуацией. в принципе, я думаю, что на этом нужно остановиться. В конце я просто прочитал, что образователь ещё просит давать рекомендации о том, чтобы читать, посмотреть. Скажу сразу, квазары мало в научно-популярной литературе и фильмов. Однако, что касается фильмов, я вам крайне рекомендую посмотреть вот эти два. Кто не смотрел «Космос» и я снимал «Бегарс». Вот. Кто не смотрел, вот прямо сейчас, идите, как что-то здесь есть интернет, сидите, что здесь есть. Опа! Оригинальный, с Карлом Саганом, он немножко такой, ну, старый, будем откровен, 80-х годов. Но Карлом Саган был очень классным популяризателем науки и он до сих пор естественно взял. Ну, с Нилом это прям прямая обязанность. Если вы не знаете английский, в принципе, вот эти книги или вот эти ресурсы вам могут помочь в изучении каких-то интересных номеров. Если же вы знаете английский, пожалуйста, вот книжки большая часть даже исполняйтесь. на этом могу сказать. Все, на этом все. Оставлю вас только цитата Эйнштейна. Я считаю, что это очень важная цитата, особенно наш непростой. Спасибо. Ну, я думала, что все эти цитаты рассмотрели, да? И они там очень как-то очень активно летали вокруг черной дыры, а потом вдруг ее еще и залетели. Это вообще реально? Ну, просто я слышала, что фильм как бы основан на сниживаниях, там, физик сборят, может, а вот что ты скажешь, как они нам вообще летали, и что это было? Ну, это действительно так. Одним из продюсеров фильма был Кив Торн, физик из штатов, который ну, такой очень известный дядя, очень умный. Я скажу, что, на мой взгляд, Интерстеллар это самый реалистичный очень популярный фильм, который был за последнее время, если я вообще не все помню. За все. Я даже просто уточню, ты же говорил, что излучение от этого базара, да? Заметали отмечу, что уже не было. Нет, в смысле излучение губительное, если бы мы находились в прямом видимости от него, мы бы тут все его умирали. Но так, получается, это не просто. Я все неправильно поняла. Скажу так. Несмотря на то, что физика там показана очень хорошо, существуют определенные лирические отступления, важные для нескладного сюжета, взаимодействия отца и дочери. Не у них. Там же не базар? Там просто черный, там черный, но принцип действия тот же самый. На исключение, это обычно черный, это не такое же? Менее мощное, но... Для человека? С человеком разница. Не, ну достаточно, чтобы... Они сроковнули по дороге там, на перегрузке. Да. Я тебе больше скажу, если мы сейчас предпеременим сшествия на Марс, все космонавты умру будут подряд. Просто потому, что у нас нет достаточных технологий. Потому что излучение от Солнца тоже губитель. А можно положить мне все-таки про излучение кваза? То есть, что за процесс? Насколько долго он происходит? Как меняется температурный режим? Я не знаю. Что в принципе, физика вот этого выключения? Как долго это происходит, это в общем тема моей работы на ключ. Но я не буду вдаваться в подробности. Просто скажу, что... Ну давайте, так как я переводил аналогию между электроном и человеком, давайте то же самое сделаем с квазак. есть персонаж обжора, который перед которым стоит стол из продуктов. Гигантское количество обжора. Есть, есть, у него гигантский желудок, он может есть что угодно, он ест, 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 ест. Но даже при этом происходит какой-то, в какой-то момент происходит насыщение организма. Ну как бы дальше уже могут быть вообще. Вот. квазары действуют ферменты точно так же. Только для них это насыщение аферсойка, когда у них на столе уже ничего не остается. Просто нечего есть. Ну они такие, ну ладно, пойдем спать. Мы идут спать. Они засыпают и строятся неактивно. Скоро меняется спектр при этом? Спектр квазаров вы больше не увидите. Потом вы увидите спектр галактики, состоящий из совокупности спектров всех звездных есть определенные посторонние эффекты, с помощью которых можно обнаружить, что фермент выключился. Когда это излучение подходит через межгалактическое пространство, заполненное нейтральным водородом, например, излучение жесткое, энергичное. Его хватает для того, чтобы если фотон попадает на атом водорода, он его ионизует, оторвает электрон. И по мере жизни квазаря он создает вокруг себя эту оболочку изоонизованного водорода. Чем дольше он живет, тем эта оболочка естественно больше. В этот момент он выключается, электрон начинает опять соединяться с атом. В принципе, если процесс можно примерно не совсем точно, но примерно установить рекламу. Технический вопрос немножко может. У вас слайда с видео таким интересным, когда использовали спектр квазара собственно, как эталон, какого-то, по которому мы можем как фонарик проследить, что там он пришел на пути. Но мы же должны туда иметь эталон на этот фонарик, мы же должны иметь спектр квазара, который не затуманил ничем, чтобы потом знать по затуманению святого спектра, что же там водор пролетал. Мы всегда, ну, вообще-то, ну, они все, любой спектр любого источника, по большому счету, что-то пролетает. Да. И он испытывает на себе эти инфекции. Если мы можем использовать его как эталон, просвета и говорить, что вот вылетела на эти элементы, значит... Потому что эти элементы, они поглощают или спускают свет на определенных длинных волн. Эти длинные волн нам известны из лабораторных дисследований. Здесь, где вещество не движется, с помощью спектрометра мы можем, допустим, облучить какое-то вещество, скажем, магией. Он излучит или поглотит вещество на определенной длине волн. Мы записали это значение. Мы смотрим туда, мы видим эти линии. Да, они сдвинуты, но при помощи определенных методов мы можем понять, что вот эта линия магния, она сдвинута на какое-то расстояние, соответствующее расширению Вселенной за время Т. Но эти длинные волн, они всегда соответствуют определенному процессу. эта линия выпала может она из Квазара не выходила эта линия или она выпала по мере толка ручок? Нет, свет летел через Вселенную, во Вселенной гулатом магния, где-то между Квазаром и Землей. А как доказалось, что он будет без Квазара, если нет уголовного спектра Квазара? Мы смотрим на Квазар. Считайте, что во-первых, телескоп смотрит через достаточно широкую область зрения, соответственно, предположим, излучение от Солнца может создавать фунт. Однако современные компьютерные методы в наблюдательной астралии не позволяют вычесть этот фунт. Мы можем его вычислить, вычесть и у нас останется только вот этот источник один, который посылает без Квазара. Идеальный спектр Квазара, если мы находимся от него за 5 км, мы можем получить вот такие спектры. Но мы управляем в гостерях, в теории. У меня еще такой вопрос. Квазар, когда поглощает вот этот газовый облак, вопрос, да, он увеличивается в размерах или это как-то плотность, или то и то, или по-разному? То есть, вот куда идет? Плотность, масса, и плотность пропорциональная, поэтому... Да, он и это все. То есть, расширяется ли он? Увеличивается плотность. Да, именно плотность. у нас как-то он, в принципе, остается тем, как раз. Но при увеличении плотности и объем, в принципе, остается тем же самым. Плотность увеличивается. А не значит, она просто не исчезает, значит, она просто преобразуется в другую, что с ней. Мы не можем, к сожалению, улегчать заглянуть за горизонт событий, поэтому мы не знаем, куда это будет судироваться. В всем случае, пока что. А, да, забыл, кстати, сказать, что типичный казар за время поглощает такое количество в общем, масса, которую он поглощает за год, примерно равна 100 солнечной массы, что примерно характерно 600 массам Земли в минуту. Вот так. Если кто-то еще не удивлен, тем что это. Можешь, что? Что? Ну, вот, ты говорил, что глазары это такие фанайки, по которым, ну, вот, по спектрам можно судить еще там между нами. А, вообще, насколько это много, насколько, ну, несколько вопросов там, ну, самые далекие, ну, там, условно, да, глаза, сколько их всего, и такой вопрос от человека с математикой, вот, их там не бесконечно, или множество, или... Сможем ли мы просветить так всю Вселенную, если там они как-то разбросаны, сколько-то плотностей в тело? Видимо, часть всей Вселенной, то есть той части Вселенной, откуда до нас уже дошел след. На данный момент обнаружено примерно 200 тысяч квазаров. Однако, здесь есть несколько аспектов. Во-первых, он может быть слишком... Квазары могут быть так далеко, что они слишком тусклые, чтобы наши современные техники, телескопы, могли его зафиксировать, потому что у нас есть пределочистительность. С другой стороны, так как квазар — это такой бублик, такой пылевой бублик, внутри которого это такиционно есть бюджеты, если посмотреть через этот бублик, грязь и пылья, ничего не увидишь. То есть, а как бы, в теории вероятности, вот, конечно, квазары должны быть направлены их излучения в нашу сторону, и мы можем их увидеть. Однако, другие могут быть направлены в другую сторону, невидимые для нас, но они все еще могут существовать. Перевышисление определенных параметров, связанных с Квазарем, это учитывается, потому что мы понимаем, что это, скорее всего, не полный ансамбль объектов, которые мы видим, но математическое нужно и тоже быть. А самый далекий на данный момент находится на красном смещении 7.11, что ничего не говорит. Это примерно соответствует, мне как порядочный астрафизик, буду говорить про состояние единицы 3. Это соответствует Вселенной, которая была 11 копеек миллиардов лет назад. Возле Вселенной 12 тела 80. Вселенной была очень молодой. Но в 2018 я думаю, все-таки надеемся, что будет запущен новый телескоп, называется James Webb Space Telescope. Он сможет еще дальше корниться от обмену. Мы можем заглянуть еще раньше в истории Вселенной. Есть ли такая теоретическая возможность, что Квазар снова проснется и начнет опять что-нибудь поглощать? Или, допустим, образуется опять в обык него вот этого лодка? На самом деле да. Такая есть возможность. И одна из теорий говорит о том, что вы знаете, что галактики, как люди на дорогах, сталкиваются на машинах. Галактики иногда тоже сталкиваются. Несмотря на то, что они находятся очень далеко, но гравитационно они связаны и иногда происходят столкновения. Мастер-физик называется Mergen Если у вас есть две галактики с сверхмассивными спящими черными дверами и в столкновении у них появится и газ, и звезд вокруг и они в принципе начнут проглашать в теории и это может опять пробудить глаза. И опять может публика это скрутится. Нет. Очень много вопросов. Такой вопрос. На данный момент видимо естественно в этой части Вселенной доказано, что каждая галактика начиналась или это теория которая может быть оповергнута? Дело в том, что мы можем наблюдать кинематику звезд. скорость и траектор и траектор движения на звезд центр галактики. Не все, конечно, но ближайшие. Дальше можно экстраполировать. потому галактики не похожи Дело в том, что вокруг близко к центру больших спиральных галактик существует Балш. Если вы посмотрите со стороны на спиральную галактику существует диск тут ядро а у некоторых спиральных галактик существует такой кругляшок который состоит из старых звезд. Все такие галактики 100% имеют сверхмассивную черную дуру. Другие не всегда. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ